Всем привет, с вами Сергей, сайт mobiltelephone.ru. У компании пошла мода на создание суббрендов. Причины могут быть разными, но в большинстве своем это решение определенных системных проблем, которые испытывает производитель. ЗТУ нужно было осваивать премиум сегмент, появился Nubia. ОПА требовался выход на рынок Америки и Европы, был основан OnePlus. Не так давно на эксперимент решился и Lenovo, создав ZOOC. Смартфоны новоиспеченных марок в основном играют в высшей лиге, при этом обладая демократичными ценниками. При этом очевидно, что рынок интернет-продаж сегодня занимает внушительную долю, которую сложно игнорировать. И компании пытаются повторить опыт Xiaomi. Работая через склады напрямую, без захода на розничные точки продаж, выигрывают как потребители, так и производители. Первые получают заманчивые цены, вторые же сокращают издержки и избавляются от необходимости разрешения вопросов поставок на точки. Подобной стратегией решила воспользоваться и компания Fly, правда опустившись на сегмент ниже. Перед нами суббренд с именем Wally Fox. В качестве первого канала сбыта был выбран онлайн-магазин gd.com, начавший активную испансию на отечественный рынок ранее в этом году. Партнеры провели активную пиар-кампанию, итогами которой стала целая очередь из желающих купить телефон. Начальная партия разошлась быстро, мне повезло, я оказался в числе первых владельцев. Вторая и третья волны привлекли к себе еще большее внимание к новинке. Правда, не обошлось без проблем с купонами, но речь не об этом. Спрос на модели Wally Fox Swift сейчас крайне высок, но стоит ли аппарат того ажиотажа, что он создает? Коробка устройства небольшая, можно сказать даже миниатюрная. Акцент на простоте, яркости и логотипах Cyanogen Incorporated, Qualcomm и RST. О том, что основные активы были потрачены на раскрутку и дизайн, нам намекает комплектация. Нет ни блока питания, ни гарнитуры, ни дополнительных бонусов. Только инструкции и кабель microUSB. Последний хоть и хорош внешне, однако весьма короткий, имея слишком узкий штекер, легко выпадающий из гнезда. На официальном сайте можно увидеть и чехол, и гарнитуры, и внешний аккумулятор, и зарядный блок, предлагающийся опционально за 4, 12, 22 и 5 долларов соответственно. Выглядят аксессуары стильно, но цены для бюджетного устройства определенно могли бы быть ниже. О смартфоне. Перед нами референсный дизайн от Qualcomm, который можно встретить в моделях General Mobile 4G, Cherry Mobile 4G и еще ряде других моделей. Правда, назвать их стопроцентными клонами не выйдет. Спереди экран полностью закрыт стеклом Gorilla Glass 3. С завода идет защитная пленка, а под ней можно заметить неплохое олеофобное покрытие, что достаточно редко встречается в бюджетных решениях. Из различимых элементов имеется глазок фронтальной камеры на 5 мегапикселей и разговорный динамик, выполненный в стиле Nexus 5 2013 года, то есть круг с перфорацией. Над экраном еще есть датчики приближения освещенностей и светодиодный индикатор. Последний может загораться различными цветами. Он обладает сильной яркостью при прямом просмотре, а под наклонами имеет свойство менять свет. Дисплей обладает минимальной прослойкой, так что в выключенном состоянии почти неразличим на фоне всей передней панели. Кнопки на экраны. Производитель решил не использовать сенсорные, хотя размеры нижнего отступа позволили бы встроить без проблем. Вокруг стекла идет небольшая пластиковая окантовка, слегка выступающая над корпусом. Сразу за ней идет и металлический основной обод. На правой стороне разместились механические кнопки, разблокировка и качелька громкости. Они имеют удобное расположение и хороший четкий ход. На нижней стороне расположились симметричные перфорации, скрываясь основной динамик и микрофон, а также выход microUSB между ними. Он слегка утоплен внутрь, поэтому некоторые кабели могут не подойти. На верхней стороне все просто, выход на 3,5 мм и дополнительный микрофон. Ко мне пришел аппарат черного цвета, крышка которого на фотографиях очень похожа на ту, что используется в аппаратах OnePlus черной расцветки. Покрытие называется Sunstone Black. В реальности же покрытие крышки Voile Fox Swift менее фактурное и ближе по ощущениям к софт-тачу. Покрытие любит собирать разводы от рук, но выглядит это не так страшно, как, к примеру, какое-нибудь стекло или глянцевый пластик. То есть даже после длительного использования крышка смотрится неплохо. Сверху находится основная камера на 13 мегапикселей с металлическим кольцом, внешняя фаска которого окрашена в яркий оранжевый цвет. Смотрится симпатично. На поверхности кольца также имеется концентрическая текстура, которая по традиции будет собирать грязь. Модуль камеры защищен обычным пластиком, так что возможно появление царапин. Да и протирать его перед съемкой вы будете часто. Чуть ниже идет двойная светодиодная вспышка, которая, кстати, дает в действительности хороший свет. Посередине задней панели имеется цинковая вставка со значком компании. Она окрашена в черный цвет, однако если вы такой же неаккуратный пользователь, как и я, то с течением времени краска может начать стираться. Внизу видно название компании в оранжевом цвете. Сбоку крышки имеется выступ, позволяющий без особых проблем открыть ее. Внутри обнаружится слот по 2 microSIM и карточку памяти microSD. Все они закрыты от горячей замены с съемным аккумулятором на 2500 мАч. Режим работы LTE можно переключать между симками, правда вторая в любом случае будет работать по 2G. Wally Fox Swift именно в черном исполнении мне очень нравится. Он симметричен, лишен ненужных деталей спереди и выглядит премиально сзади. Среди платформенных собратьев аппарат выглядит куда интереснее именно за счет задней крышки, которая у аналогов либо совсем китайская, либо пародирует пластиковую кожу, что выглядит еще ужасней. Белый вариант мне кажется менее интересным, но зато отпечатки на белой крышке не так заметны. Лежит в руке аппарат хорошо, пусть это не самый компактный смартфон среди ближайших конкурентов, однако дискомфорта в использовании я не испытываю. Все находится на своем месте и заметных недостатков в конструкции выявить не удалось. Девайс ощущается достаточно легким, для кого-то это будет плюс, а для кого-то наоборот минус. Сборку смартфона можно оценить на хорошо, так в моем случае имеется поскрипывание крышки в различных местах. Частично это лечится старым добрым способом подкладывания бумажки. У коллеги же аппарат из свежей партии и он не скрипит, поэтому веню конкретно мой образец. В Wally Fox Swift используется IPS-экран с разрешением 1280 на 720 точек. Плотность при 5 дюймах составляет 294 ppi. Матрица для такого класса отличная, зернистости изображения не наблюдается. Максимальная яркость превышает 500 нит, что является очень хорошим показателем и дает отличную читаемость даже в яркий солнечный день. Да и минимальное значение подсветки комфортно в полной темноте. Автоматическая регулировка подсветки имеется, но в данный момент ведет себя плохо. Постоянно выставляется максимальное значение. Надеюсь, что в обновлениях это поправят. Подсветка распределена несколько неравномерно, что видно на монотонной картинке, например при включении. Однако при обычном использовании это не доставляет дискомфорта. Экран может похвастаться сочной картинкой с достаточно глубиной черного цвета и насыщенностью изображения, наследиться которыми можно при прямом угле. А при незначительных наклонах изображение склонно менять цветовую температуру, начинает синить и желтить. Сенсор используется хорош и понимает до 10 нажатий. Программная основа выступает CyanogenOS 12.1, базирующийся на Android 5.11 Lollipop. Предустановлена фирменная ярко-оранжевая тема, которую легко можно заменить на стоковый Android Lollipop или же скачать другие темы, которых очень много в официальном магазине Play Market. В качестве лаунчера выступает требушет. По умолчанию в меню приложения выставлена вертикальная прокрутка, обладающая алфабитными разделителями и быстрым поиском. Однако данный вид заметно подлагивает при быстром скроллинге. Впрочем, это легко решается в настройках с установкой нормального внешнего вида. Ведь CyanogenOS по сути предлагает почти что голый Android, но с кучей модификаторов. То есть пользователь изначально получает фактически неизменный облик операционной системы от Google. Однако при желании может настроить те моменты, которые его не устраивают. Система работает хорошо, за время использования аппарат ни разу самопроизвольно не перезагружался. Однако падение пары сервисов все же случались. Надеюсь поправят апдейтами, которые, к слову, должны приходить по воздуху. До конца года ожидается несколько обновлений. Переход же на CyanogenOS 13, построенный на Android 6.0 Marshmallow, ожидается в первом квартале 2016 года. Также для моделей имеются сборки CyanogenMod, которые можно прошить через разблокировку устройства и установку кастомного рекавери. Кстати, аппарат имеет официальную гарантию на территории России от Fly. И подобного рода действия не лишают вас сервисного обслуживания. Если честно, то экспериментировать с ночнушками я не стал, по причине того, что в текущем виде смартфон меня полностью устраивает. Качество звука в Wally Fox Swift достаточно приятное. Громкость разговорного динамика хорошая, передаваемая речь, но при личном уровне. Собеседник тоже не испытывает неудобств при общении. Основной динамик обладает незначительным запасом громкости и на максимальном уровне начинает захлебываться. Также он не любит сильную басовую линию, превращая ее в какое-то бульканье. Звук в наушниках имеет высокую максимальную громкость, и его качество способно удовлетворить среднестатистических пользователей. Со связью смартфона никаких проблем нет. Модем LTE имеет поддержку всех частот, актуальных для России. Качество спутниковой навигации среднее. Есть поддержка как GLONASS, так и Beidouz GPS. Bluetooth поддерживает стандарт 4.0 Low Energy. В сопряжении с Moto 360 второго поколения и Peewalt M проблем не выявлено. А вот Wi-Fi, увы, только 2,4 ГГц. Камера в смартфоне представлена модулем с 13-мегапиксельным сенсором Samsung S5K3M2 и пятислойной оптикой с апературой F2.0. Используется стандартное приложение камеры Cyanogen с изменением режимов по вертикальному свайпу. В настройках можно найти установку ISO, замеры экспозиции, размеров изображения, степени сжатия, режимы баланса и прочее. Увы, полноценного управления камеры не предоставлено. Поддержки камеры 2AP тоже нет. В дневное время камеры выдают очень хорошего качества кадры. По краям имеются области размытия, однако в целом насыщенность и проработка изображения позволяют получать достойные снимки. В сложных условиях камера, однако, становится практически слепой. Получить стабильный снимок очень сложно. Фронтальная 5-мегапиксельная камера имеет широкий угол. И как в случае с основной камерой, делают приличного фото днём, но выдают посредственные снимки ночью. Видео пишется в максимальном разрешении 1080p на скорости 30 кадров в секунду. Днём на улице качество видеозаписи приемлемое, а в помещении или же ночью частота кадров падает до низких 10-15 фпс. Имеется поддержка slow motion на 60 фпс при заявленных 720p, но в реальности разрешение очень низкое. При обычном использовании большая часть приложений работает быстро, однако под нагрузкой система всё же начинает подлагивать. Лукавить, что смартфон работает всегда шустро, к сожалению, нельзя. Но в большинстве своём пользователь будет доволен работой аппарата, к тому же за такие деньги. Wally Fox Swift построен на базе решения Qualcomm Snapdragon 410. Четырёхъядерный процессор с поддержкой 64-битных вычислений работает на тактовой частоте 1,2 ГГц. Используется одна из первых ревизий процессора, которая обладает рядом недостатков. Пожалуй, самым узким местом выступает основная память на 16 ГБ, работающая достаточно медленно. При большом количестве запросов к ней аппарат начинает ощутимо тормозить, поэтому не советую давать девайсу одновременно несколько заданий. Если свободных на старте 10 ГБ для приложений покажется недостаточно, то можно воспользоваться microSD. Оперативной памяти 2 ГБ, что, разумеется, хорошо для данного типа аппарата. Однако, ввиду проблем с основной памятью, сильно загружать устройство всё равно не выйдет. Также в настройках системы можно выбрать произведительный режим работы процессора, но особого смысла в нём нет. Графической подсистемы выступает Adreno 306, которая не будет поражать вас своими возможностями. Это довольно нишевое решение, и Wally Fox Swift однозначно не подходит тем, кто целенаправленно берёт смартфоны для современных игр с тяжёлой графикой. Конечно, имеются проекты, оптимизированные по данный чип и дающие хороший FPS. Однако, в большинстве своём нам надо будет мириться либо с низким качеством графики, либо терпеть подтормаживание. Бэчмарки в основном доказывают это высказание. В реальности же мне удалось поиграть в Asphalt 8, Modern Combat 5, World of Tanks Blitz, GTA San Andreas и так далее. Достойно в плане оптимизации показал себя только World of Tanks, выдавая хороший фреймрейт на низких настройках, а на высоких давал поиграть с небольшими проседаниями. GTA San Andreas так и вовсе показал низкую частоту кадров даже на минимальных параметрах графики. Остальные игры основно игрались на низких настройках. При длительном тестировании и прогоне тестов смартфон заметно нагревается. К счастью, тепло равномерно распределяется по корпусу, и даже при максимальной нагрузке температура устройства хоть и выходит за рамки комфортной, но обжигания не происходит. При нагреве процессор начинает троттлить, сбрасывая частоты, в этот момент особенно заметны подтормаживания в системе. При постоянном подключении к LTE и загрузке данных данная ситуация может возникать довольно часто. Но если вы не страдаете необходимостью каждую секунду обновлять ленту ваших социальных сетей, аппарат будет работать как часы. Установленный в ValiFox Swift несъемный аккумулятор емкостью 2500 мАч показывает средние показатели автономности. Из аппарата можно выжать два дня использования, хотя в большинстве случаев зарядку он будет просить каждый вечер. Если же не расставаться с твиттером, попутно подгружая какие-нибудь ролики YouTube по 4G, то время работы сузится до 4-5 часов экрана, в зависимости от вашей нагрузки. В фиксированных тестах при выставлении комфортного уровня яркости мы получили следующие результаты автономности. 3 часа при максимальной нагрузке, 6,5 часов просмотра YouTube и порядка 9,5 часов просмотра фильмов в авиарежиме. Показатели не рекордные, но достаточно комфортные для большинства пользователей. При желании в настройках системы можно отследить наиболее активные приложения и в случае необходимости заблокировать им возможность пробуждения телефона. В целях экономии под нож пошла технология Quick Charge от Qualcomm. В итоге смартфон заряжается долго, с максимальной силой тока в 1 Ампер, на весь процесс уходит порядка 2,5 часов. ValiFox Swift вышел приятным аппаратом, интересен он в первую очередь ценой, достичь которой удалось лишь обойдя розницу и урезав комплектацию. Попади модель на прилавки наших магазинов, то ее цена легко проявила бы 10 тысяч рублей, установившись в районе 13-14 тысяч. И тогда большинство бы из вас даже не посмотрело бы в сторону Swift. Однако для ValiFox во Fly выбрали иную стратегию, в результате чего мы имеем возможность купить привлекательную новинку всего за 109 долларов или 89 долларов с учетом купона. То есть менее чем за 7 тысяч рублей, причем с официальной гарантией, обслуживанием на территории России, а также бесплатной доставкой до дома или почтового отделения. Согласитесь, на рынке подобных предложений крайне мало, и они востребованы. ValiFox Swift достойная модель, но разумеется не лишенная недостатков. У меня этот аппарат стал основным без особых проблем. Он полностью перекрывает потребности современного пользователя, при этом не сильно ударяя по карману. Субтитры создавал DimaTorzok